Итак, включаемся из студии. Да, понятно, что звука нет, еще и картинки не было. Сейчас все есть, все нормально. У нас в гостях Сергей Николаевич Рожков, депутат Народного совета ДНР, фракция Донецкая Республика. И ваша специализация? Какие комитеты? Председатель комитета по транспорту и связи. По транспорту и связи, отлично. Так, и соответственно, ну будем, вот так как вы у нас впервые, я сейчас еще раз представлю вам наших зрителей, вот они в чате, можете их наблюдать, они общаться будут между собой, если будут задавать вопросы, вам они будут подсвечиваться желтеньким таким. Вот так вот. Напрямую зрители все умеют, знают. Ну и поговорим, наверное, по профилю вашей деятельности для начала. Хотя нет, давайте для начала узнаем, вы из Донецка? Нет, с Ясиноватой. С Ясиноватой, ну, Донецкой. То есть я правильно понял, чуть-чуть, коротко о себе. Да, коротко о себе. Ну, в 80-м году я закончил профессионально-техническое училище города Авдеевка, по специальности помощник машиниста тепловоза. В 86-м году закончил службу в погранвойсках и с 86-го года продолжал работу в железнодорожном транспорте, помощникам, машинистам тепловоза на Донецкой железной дороге. Ну, последние события 14-го года, 2-го мая вывели из состояния равновесия и пришел уже служить Донецкое ополчение, где под флагом оплота участвовал в создании 5-й бригады и сейчас на данный момент еще и нахожусь замполитом Донецкого высшего общевойскового командного училища города Донецк. Понял. То есть, в общем, сколько вы проработали на железной дороге? Порядка 28 лет. 28 лет. Солидный опыт. Хорошо. Так, вопросы уже пошли, но я так, наверное, к ним... Вот приберегите их пока, чуть попозже. Надо все-таки глубже понять на сегодняшнего нашего гостя, узнать его. Так, ну, во-первых, мне интересно следующее. Откуда вы узнали о событиях 2 мая? Ну, просто источник. По интернету, по телевидению, да. Освещал, по-моему, там 5-й канал и по интернету. То есть, украинская сторона допускает какие-то двойные трактовки этого события. Вы, как смотревший несколько, так скажем, точек зрения 5-го канала, например, того же самого, и интернет, ну, было ли какое-то сомнение вообще после этого? Вы говорили, что это вывело из равновесия. Нет, сомнений никакого не было, потому что я знал, как жили мы при Советском Союзе, как развивалась политика 2004-го года, оранжевая революция, 2014-й год. Ну, тут не надо быть большим аналитиком, оно было, все и видно. С 2004-го года, вот, при Ющенко обороты начали наращивать националисты, пропаганда фашизма, бандеры. Тут однозначно никаких, не то что двойных стандартов, они упорно вели это к войне. Ну, то есть вы уже тогда знали, что в стране есть определенное количество человек, чье количество растет постоянно, которые находятся в постоянном противостоянии, в частности, вам лично. Совершенно верно. Сомнений не было, и то, что мы на правильном пути, никаких сомнений нет. Так, ну, хорошо. Дальше, дальше меня интересуют такие вещи. Вот, вы, вас избрали депутатом Народного Совета. Что уже сделано? Вот, можно сказать, вот первый, второй, третий, вот сделал такие-то вещи? Сделано именно мной, или именно Народным Советом Молодой Республики? Именно вами. Ваше? Ну, я не знаю. Мое участие. Ваше участие, да. Может быть, это не очень сформулирован. Сформулирован такой вопрос. Мое участие, так как избран председатель транспортного комитета, как вы заметили, что 28 лет на транспорте, и знаю движение не понаслышке. Железнодорожный транспорт, это вообще отдельная тема. На данный момент, комитет наш разработал законопроект о перевозке опасных грузов, который прошел в последнем пленарном заседании, в первом чтении. Уже действует закон о железнодорожном транспорте, об автомобильном транспорте, общий закон о транспорте. Вплотную работаем с министерствами транспорта, с ГАИ, Академией автомобильных дорог, МЧС. Собираемся, обсуждаем все статьи, которые подходят именно к нашему региону, к нашей республике. За основу берется, как правило, законы Российской Федерации, Белорусской, Казахстана. Сделано за тот период, который существует наша республика, сделано очень много. Это те вопросы, когда не вникаешь, не касаешься их, вроде бы, но когда начинаешь докапываться до сути, получается очень много проблем, чтобы закон работал и работал именно на народ. Ну, позиция хорошая. А можете привести пример проблемных, если можно? Это в бизнес-собственности кейс. Была такая задача, вот так ее решили красиво, например. Наверняка есть такие у вас примеры. Да, был такой первый камень преткновения, это когда вышел закон о транспорте, где была статья о обязательном прохождении ТО. Как помним, в Украине ТО было отменено, техосмотр машин. Как мы знаем, зря ничего не проходит. Если провести параллель, зачем было отменять ТО в Украине? Зачем? Получалась интересная тенденция. Если рассмотреть вопрос с другой стороны призмы, ТО не стало обязательным. Много машин неисправных начали эксплуатировать на наших дорогах. Аварии возросли в разы, не то, что там на какие-то там проценты, а в разы. Тот же сгоревшая лампочка-поворотник, а это уже где-то авария, где-то столкновение. Поэтому начали расти, как грибы, станции рифтовки. Естественно, поднимая кому-то чей-то бизнес, набивая чей-то кошелек. Однозначно во всем мире все борются за безопасный транспорт на дорогах. Поэтому сразу в адрес службы ГАИ начали были обвинения в том, что они являются как бы монополистами в этой сфере. То есть придирали за техосмотр, штрафовали. И вот это стало большим вопросом, так сказать, с занозой. Ну, с общими усилиями пришли к такому, к такой статье, что техосмотр будет проходить на станциях тепобслуживания. То есть третьей стороной, независимо от которой будет выдавать талон, о том, что автомобиль исправный. И водитель уже с этой справкой приезжал в ГАИ и сверял только номера агрегатов, шасси, чтобы вывести из-под удара и работников ГАИ и обеспечить будем и работой, и безопасность на наших дорогах. А если какая-то авария по технической причине, то ответственность лежит на проверяющем? Конечно. Ответственность в первую очередь всегда лежит на водителе. Потому что кроме техосмотра водитель еще должен провести техосмотр перед выездом. А СТО дает гарантию о том, что автомобиль на этот период прошел техническое состояние и соответствовал всем стандартам безопасности. Вот тут в чате пишут, ТО отменили, потому что его никто не проходил, все платили деньги в ГАИ, ничего не делали. Вот такое, ну, я так понимаю, нормальная практика. Я, по-моему, ответил уже на этот вопрос. Так, что криви на руки, никто никогда машину не смотрел в ГАИ. Вот так, никогда. Просто. Четырех раз. Интересно. Так. Ну, будем еще и такой вопрос. А кто давал деньги ГАИшникам? Да, кстати, тоже вот интересно. Ну, ведь водитель же ждал за то, что неисправный автомобиль. Я никогда не поверю, что водитель, который, у которого автомобиль исправный, он что-то еще давал ГАИшнику. Поэтому винить кого-то, не видя себя в этой ситуации, когда платили... Совершенно верно. Все верно. Так, ну, хорошо. Про опасные грузы вы сказали. Это в двух словах. О чем законопроект? Что является опасным грузом? Закон об опасных перевозке, опасных грузов стоит сейчас на первом плане. Не всем секрет, что по нашим дорогам перевозится много и горючо-смазочных материалов, сейчас и взрывчатки. И чтобы упорядочить передвижение по нашим дорогам, безопасность, чтобы конкретные люди несли ответственность за погрузку, разгрузку опасных грузов в сфере ЖД-транспорта, автомобильного транспорта, воздушного, речного. Поэтому сейчас в очень плотном контакте с МЧСниками, Министерством транспорта разрабатываем законопроект. Точно так же есть много тоже подводных камней, где даже подчиняясь логике, чтобы заниматься этим опасным делом нужно лицензирование, нужно обязательное обучение на перевозку грузом. Но тут же всплывает и другой аспект. Если, допустим, предприниматель держит там табачную лавочку и перевозит баллончики с газом, это считается опасный груз. Но теперь встает вопрос, ему лицензирование надо на перевозку этого груза или нет. Какой объем груза и частота? Да, и где этот предел? Один баллончик или ящик? Сейчас это все дело прорабатываем. Ну, а, к примеру, интересный вопрос. Вы как смотрите на это? Вообще, как решаются подобные вопросы. Когда с одной стороны есть большие объемы, для которых нужен один подход, есть маленькие и малые объемы, для которых ответственность, на которую можно переложить на... Тут дело в чем, что газовые баллончики, они уже укомплектованы, они проверены уже заводом и они уже, будем говорить, в безопасности для транспортировки. И там нет ограничений количества, один баллон или пять. Я просто как пример провел. Ведь, допустим, туалетная бумага тоже относится к... Горючим мыслям, да? Да, и легко воспламеняющаяся относится к опасным грузам. Ну, там же много классификаций. Это просто, если вникнуть в это, то объем работы очень большой. И от этого надо все взвесить, все это перелопатить. А вы это делаете или вы это уже сделали? На какой же стадии? Нет, это сейчас в стадии все разработки. Сейчас вот эти некоторые статьи пересматриваем, упорядочиваем. Где будет проходить обучение, как это будет все... Еще же надо с лицензированием состыковать с другими законами, чтобы не противоречили друг другу. Да, начинаешь шмекать, конечно, становится все интересно, становится понятно. А сколько людей занимается этим законопроектом? И привлекаете ли кого-то со стороны, например, с кем консультируетесь? Обязательно. Привлекаем же, что я перечислил, и сотрудников МЧС, Министерства транспорта. Ну, людей задействовано очень много. Потому что в Министерстве транспорта там департаменты, которые занимаются определенной спецификой. Они занимаются железной дорогой, автомобильной дорогой, перевозками опасных грузов. Также автомобильная академия дорог, сотрудники ГАИ. Все, кто заинтересованы именно в этом направлении, все подают заявку, мы приглашаем на свои комитеты. По численности я даже не скажу вам. Много. Занимаются людей. Такой вопрос. Значит, так. От людей с чата иногда эти вопросы будут в разнобой, но, тем не менее, они очень интересны. Всех волнует вопрос железнодорожного сообщения с Российской Федерацией. Это реально до признания или только после? Ну, это вопрос уже, будем говорить, не ко мне. Это уже решается вопрос в министерствах иностранных дел. Потому что элементарная вещь, как клеймо на колесной паре, ставит тоже в тупик многие службы. Потому что колесная пара в подвижном составе, она проходит осмотр и ставится клеймо. Это клеймо, по всем законам, ставится одним предприятием. Этого предприятия у нас нет. Без этого клейма наше колесо не может кататься по дорогам Российской Федерации. Сейчас идет в направлении, чтобы у нас открыть свое предприятие. Это вот, казалось бы, мелочь, но без этой мелочи колесо не крутится. Стараемся во всех направлениях работать. Понял. Так, а еще над какими законами параллельно работаете? Закон об опасных грузах это очень интересно, особенно в условиях перевозки тех же на данный момент, если читали, был принят закон об автомобильном транспорте, где мы сейчас рассматриваем борьбу с нелегалами. То есть теми людьми, которые зарабатывают деньги нелегальным способом. То есть есть добросовестные водители, которые заплатили за лицензию, которые занимаются перевозками пассажиров, перевозками грузов. Есть такие, которые этого ничего не делают, их называют левыми. И они не платят ни в казну, ни в налоги. У них свои тарифные ставки. Сейчас упор делается на этих нелегалов. В 62-й статье автомобильного транспорта есть статья, где эти нелегалы будут наказываться очень большими штрафами. Раньше эта статья и существовала, но штрафы были до такой степени мизерные, что этим заниматься никто не хотел. Дороже взять штраф, чем сумма штрафа, да? Так точно. Организовать приемку штрафа. Поэтому решили, мы в любом случае стали на сторону законных перевозок. И сейчас рассматриваем вопрос о диспетчерской службе, которая тоже нигде не просписана, ни в каких законах, ни за что не отвечают. И поэтому сейчас работаем еще в этом направлении. Принято. А насколько сейчас вообще удобно водителям получать лицензии? По-моему, у нас в республике это самая простая система. А как она выглядит? В точности не скажу, но надо просто прийти, написать заявление, подать документы о том, чем вы владеете, какой вид деятельности хотите заниматься. Это просто в налоговую? Чисто, да. Самая упрощенная схема. Так, хорошо. Давайте теперь к вопросам из чата. Так. Что-то закон о попутном грузе. Расшифруйте, пожалуйста. Такого у нас закона не было, и мы не рассматривали такой закон. Откуда его взяли, я не знаю. Ну, они что-то имеют в виду, что-то подразумевают. Ну, а дальше. Так. Будет же, если это понятно. Это все понятно. Ладно, давайте. Так. Речь идет о местных водителях, или волонтеры тоже должны получать лицензию? Ну, волонтеры на извоз, таких не бывает, мне кажется, сейчас. Совершенно верно. У меня их не существует в природе, к сожалению. Так. В связи с закупкой новых трамваев в Москве реализуют 65 вагонов. Можете обратиться к МРО Москвы, чтобы он оказал помощь ДНР и помог бесплатно обновить городской транспорт почти новыми трамваями. Срок до 31 декабря. Ну, это вопрос тоже не ко мне. Взрывности по ссылке. Ну, да. То есть, это не законодательная инициатива. Это немножко не по адресу, но может быть интересная информация. Ну, я не слышал еще. Ну, Мосгостранс, на сайте Мосгостранса это все. Даже есть перечень для реализации. Ну, они же деньги хотят за них. Дают ли бесплатно такой себе вопрос этих трамваев. Так. Да, интересный вопрос. Поднимался у вас о растомлаживании машин? Нет. О бомбарке машин? Не рассматривается. Это рассматривается вопрос в Совете Министров. Это не закон. Это Совет Министров рассматривает положение. Понял. Вместе с Министерством транспорта. С Министерством транспорта, с Семеном Кузьменко, я так понимаю, вы плотно работаете постоянно. Так. Хорошо. Тут у нас сегодня очень такая, ну, вы, наверное, слышали уже новость. Да, сбили самолет Су-24. В самолете. Как-то можете прокомментировать. Это еще раз говорит о подлости. Я не буду говорить, что турецких властей. Вообще, просто человеческой подлости выстрелить в спину тех, кто тебя защищает. Да. Вот такой, ну, присоединяюсь. Так. Севастополь у Москвы подарила 10 троллейбусов. Если хорошо попросить, может быть, получится с трамваями для Дейнера. Вообще, какие сейчас проблемы у транспортников здесь? Кроме перевозки опасных грузов. Вот такие вот, прям вжило трепещущие проблемы у общественного транспорта, может быть, у перевозчиков. Ну, транспорта вообще проблема очень большая. Самое главное нам сейчас запустить всю работу транспорта. Ведь, что железная дорога, автомобильная дорога, это артерии страны. И насколько это артерии будут полноценно работать, отсюда будет доход государства, будут рабочие места. Дороги надо ремонтироваться, надо упорядочить движение, надо запустить железную дорогу масштабные грузы, грузоперевозки. Работы очень много. Сюда же ходит и воздушный транспорт, и речной транспорт, и метрополитен. Это все стоит больших денег, но надо же не просто вложить деньги, надо же, чтобы эти деньги начали работать, начали приносить прибыль, чтобы было удобно и хорошо жителям нашей республики. Не только нашей, а вообще просто людям. Вы сказали метрополитен. Я так понимаю, как вообще это должно пройти? То есть, я понимаю, это не с депутатов начинается? Это не с законов о метрополитене начинается? Нет. Это начинается сначала с расчетов, любое. Сначала делается расчет о целесообразности, о практичности. Кто-нибудь этим занимается? У нас метро проложено, но оно в аварийной ситуации, будем так говорить, затоплено, насосы не на всю мощность успевают откачивать. Ну, в перспективе, в будущем все равно мы думаем заниматься этим вопросом. Ну, хорошо, хотя бы это проговаривается, да. Так, очень животрепещущий вопрос, да, согласен, дефицит бензина. законодательно как-то можно повлиять на то, чтобы не было этой проблемы? Мне хотелось бы просто интересно написал, как это законодательно повлиять, то есть писать закон, статью, бензин, чтобы был бензин. там это складывается пирамида из многих других. Царь взял такой закон, да. Да, даже если прописать его, все равно будет нерабочим эта статья, даже эта самая, потому что складывается пирамида совсем других кирпичиков. То есть законодательно на это влиять никак нельзя, это рыночный механизм. Совершенно верно. Понял. Так, ну мы тут на самом деле делали предположения и связывали это с недостаточной толщиной канала поставки бензина. Мы где-то правы были или там не только в этом проблема? Ну то есть честно я затрудняюсь ответить на этот вопрос. С чем связано это голодание бензина, газа, потому что сейчас комиссия создана при народных депутатах разбираем поведение и деятельность Курченко, который именно отвечал в этой сфере. Но окончательного вердикта еще ни прокуратура, ни МВД не вынесла. Насколько он виноват и чем он усуглубил такое положение. Так что прежде чем кого-то что-то обвинять надо сначала хорошо разобраться. Ну вот да, очень такая острая ну как сказать на острие интернет-волны такая мысль глобальная о том, что если просто разрешить продавать бензин, то он будет. вот есть такое мнение, что якобы просто не разрешают продавать. Хорошо, есть и другая, давайте посмотрим. Вот три дня было, когда действительно критически бензоколонки были пустые и все такое прочее. Но машин не убавилось на дорогах. Вопрос, а на чем же они тогда ездят? Запасы делают, видимо. Запасы? И поэтому выгребаются, что можно? Да, я сомневаюсь про таких ценах делать запасы, когда считаешь в день действительно экономишь вплоть до метров, куда тебе надо съездить. Вот. Ну, то есть никакого красного света операторам бензина нету в природе, не существует. Поэтому... Значит, есть другие какие-то камни, о которых мы, может, даже не знаем. Но то, что запрета на ВОЗ, такого не было. Это точно. Так, принято. Ну, хорошо. Оставляйте вопросы. На самом деле, мы еще будем на связи с вами минут 5-10. За это время мы успеем обсудить, ну, наверное, будущее. Какие законопроекты, вот помимо тех, которые сейчас разрабатываются, вы бы сами хотели бы поднять в будущем? О чем уже думаете? Ну, в любом случае, любые законы, их надо усовершенствовать. Это раз. Прежде всего, доработка старых. Совершенно верно. Может, где-то дополнить, может, где-то уже какие-то статьи неактуальны. Хотя, куда ни коснись, транспорта уже, слава богу, сотни лет, и все это протиралось. Поэтому, в будущем разрабатывать законы о речном и морском пароходстве, о воздушном транспорте. так же, еще закон о связи, навести порядок в этом, мобильной связи, порядок еще с интернетом, с цензурой. Работы очень много, ее хватит. С цензурирование интернета, это ваше направление? Нет, это не мое направление. Но, чем вы хотели бы заняться? Да, вот, тоже подать поправки, чтобы посмотрели на эту сторону беды, потому что молодежь в основном живет этим интернетом. Они учатся по этому интернету, они впитывают как губка все, заполняя свои пустые файлы в голове. Отсюда у них вырастает общая картина мировоззания. И, кстати, не в лучшем образе. Ну, интересно. А вообще, вот, интересная работа, скажите, честно. Вам это законотворческая деятельность, это более интересно, чем, допустим, 28 лет на железной дороге, решение тех проблем, вот, физических, когда руками... Я сказал бы, более ответственно. Знаете, в Советском Союзе в кинопрокатах шел фильм, назывался он «Эх, если бы я был начальником». «Эх, то есть, который рабочий, как я, допустим, машинист, с многими вопросами не сталкивался, и все, и когда сидел в кабине машинистов, думал, да что ж там такого тяжелого, взял вот так вот, сделал, и все, и все, казалось бы, это самое. А теперь, как говорится, я испытал все это на своей шкуре, надо во все вникнуть, все просчитать, и чтобы не напороть зарядки, и это большая ответственность. Ответственность уже только не где-то в масштабах какого-то локомотива или депо, а уже в масштабах государства, и это повышает очень большую ответственность. Можно сказать, что у вас мышление поменялось? Нет, мышление у меня никак не поменялось. Просто ответственность стала больше, стал думать прежде чем что-то написать. Действительно поговорка то, что написано пером, не вырубишь топором, это уже актуально. Интересно, я просто понимаю, о чем вы говорите, то есть, когда встреча, да и сам, собственно, когда сидишь на какой-то на должности, ответственный за себя и может быть за него еще, за двоих человек, тебе кажется, что все можно топором сделать, буквально вот так. Когда уже возникает больше ответственности, ты понимаешь, что допустим, топор не метод, тут уже надо филигранно обтачивать. Совершенно верно. И учитывая интересы гораздо большего числа людей, это совершенно другая работа. Согласен с вами. Я тоже сейчас начал учиться, читаю литературу, как вести эти дела производства, даже этику поведения на людях, этику поведения вообще в обществе, как депутат, как дипломат, как это самое. приходится учиться на старости, так сказать. Интересный вопрос. Поставка запчастей. Не уверен, что это тоже ваша сфера компетенции, но если там есть какие-то законодательные инициативы в этом плане, мне кажется, я занимался поставкой запчастей в свое время и примерно представляю какой-то сложный процесс, как работать с поставщиками запчастей и так далее, их особенности работы. В Донецкой Народной Республике я понимаю, это вспоминая тот объем запчастей на сельхозтехнику, например, которую требуется. Это занимается министерство. Но это не важно. Как бы объяснить, депутатские корпусы, комитеты, они разрабатывают именно статьи и законы, занимаются законотворцем. А именно поставка запчастей, это занимается министерство. и они нам не докладывают, они не обязаны нам... Да, ну вопрос я как раз хотел бы подвести к законотворческой деятельности. Вообще много ли таких проблем, которые на слуху, на которые, вот вы знаете, вы смотрите и вы понимаете, что законодательно на них влиять нельзя, но хотелось бы их решить. Вот проблема, допустим, бензина, запчастей, проблема метро, например, в городе. Но если... Вопросы эти постоянно поднимаются, постоянно пробуем как-то повлиять, но это не значит, что мы отвернулись и занимаемся только своей писаниной, своим трамваем, скажем, или тем же метро, а остальное нам больше не волнует. Нет, депутатский корпус постоянно на пленарных заседаниях, мы затрагиваем в эти вопросы, точно так же решаем, куда направить письма, точно так же делаем запросы, спрашиваем, как можно повлиять на это. Что вам надо? Есть, да, приходите, вот вам что надо? Вот, допустим, в своем министерстве вам какой закон нужен? Как-то вот на таком вот уровне. Ну, понятно, что все сложнее гораздо. Нет, ну, законы-то они и были уже написаны, они были, законы в Украине. В Украине, вот, кстати, очень много, даже, законы раскрыты больше, чем даже в Российской Федерации некоторые законы. Некоторые законы, да, добоят до абсурда. Например? Ну, даже, вот эта статья, которая отменяет техосмотр. Вот, как можно было назвать, чем руководствовались депутаты, когда отменяли эту статью? Ну, сейчас понем человечка. Пойди, пойди. Так, ну, в общем, хорошо, давайте постепенно заканчивать наш сегодняшний эфир. Зрители хотят вам передать, что мы в России смотрим на них, из-за них переживаем. Вот, обращаясь к вам. то есть, на самом деле, людям интересно все в мелочах, как тут делается. Вот, настолько, настолько уже скипелось, все кажется, что вот, ну, хочется присматривать, как там, как здесь. Я от себя и от своих дончан, от своего, от своей республики молодой очень благодарен за всех россиян, за всех братьев, сестер, которые чем-то помогают нам. Даже просто словом, не обязательно эта помощь материальная. Даже за это спасибо, и вам спасибо, вот, за то, что вы рядом с нами. И все, действительно, все надеются на наш, с вами, на ваш, на бросовестный труд. Вот, что все будет хорошо, потому что вы, на самом деле, на... Так оно и будет. Будет все хорошо. На самом-самом фронте. В этом плане. Все, спасибо, друзья. С нами был Сергей Николаевич Рожков, депутат Народного совета ДНР, председатель комитета по транспорту. Родного совета. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok